Приветствую вас, Елена, для начала мне бы хотелось сказать, что ответ Кудрущева Игоря Леонидовича является наиболее, на мой взгляд, точным в плане описания вашей ситуации и вашей роли в том, что происходит. Поэтому рекомендую к нему прислушаться. Что касается моего видения вашей проблемы, то давайте разберем ваш текст. При возникновении спорных ситуаций и трудностей, любимый человек находит самый простой у вас расстаться. Как на это реагировать? Знаете, на мой взгляд, вопрос здесь поставлен в корне неверно, потому что реагировать как-то, каким-то определенным образом. А вы не сможете, в силу того, что реакция, она, как правило, не подконтрольна человеку. Вы можете вести себя неким определенным образом, именно вести себя можете. Но за реакцию вы не отвечаете. Дальше. Начали жить с молодым человеком вместе, все было отлично, материально друг от друга независим. Ну вот смотрите, вы говорите, все было отлично. Отлично для кого? То есть это отлично для вас или отлично для него или как, или для кого отлично? Как-то вот этот момент нужно, на мой взгляд, раскрыть. Материально друг от друга независим. Опять же, что вы вкладываете в это, что вы материально друг от друга независите? Я хочу сказать, насколько это важно для вас. Зачем период стресса, переезд, ремонт, проблемы на работе и, по сути, первые сложности в отношениях? Да. Только не совсем понятно, почему, Елена, первые сложности в отношениях, они у вас такие серьезные. То есть, понятно, что сложности в отношениях бывают у всех. Это нормально. Но в вашем случае, сложности слишком серьезные сразу. То есть, это сложности, которые обычно переживает пара более или менее уже крепко. Которая, как бы, менее серьезные сложности, менее серьезные проблемы уже научилась решать. Вы же пишите, что переезд, ремонт, это все довольно серьезно. После небольшого, на мой взгляд, конфликта, он долго молча думал, затем сообщил, что доделает все, что обещал и уйдет. Вы здесь оцениваете конфликт со своей точки зрения, но не с точки зрения мужчин. Есть люди, которые не любят конфликтов, конфликтов, конфликтов. Есть люди, которые не умеют в них себя вести в конфликтах. Есть люди, которые в конфликтах чувствуют себя слишком напряженным. И... Эти люди, как правило, не готовы меняться сами. Не хотят, не готовы, боятся. И понимают, поэтому, что конфликты будут. И они к ним, оказывается, просто не готовы. Ну, не умеют люди, а отстаивают свою позицию в конфликтах. Я был в шоке, мне казалось, что это совсем не критичная ссора и точно не стоит расставания. Опять же, здесь вы такое впечатление, что судите только по себе. То есть вам кажется, что этот конфликт не серьезный и не стоит расставания. Но для молодого человека все может быть по-другому. Его позицию вы почему-то принимать отказываетесь. Это первое. Второе. Вы в шоке. Вот шоковое состояние нужно исследовать. Потому что зачастую оно шоковое состояние. достаточно такая, знаете, удобная история, удобный момент для того, чтобы как-то вот иначе, как-то вот иначе, как-то вот по-другому реагировать. Реагировать на то, что происходит. То есть я имею ввиду, что за шоком, как правило, хотя и не всегда, но за шоком скрывается то, о чем говорил мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович. То есть я имею ввиду. То есть я в шоке. Ну все. Как бы вот. Немного, не мало, да. Но все. Вот. И получается, что через шок вы избегаете тех вот сложностей, которые есть. Понимаете? То есть шок это вот такое подспутное состояние для избегания личной ответственности. То есть это просто вот свидетельствует о том, что вы боитесь, вот, что вы боитесь этой самой ответственности. Вот. Дальше. Так. Самой вопрос, почему он так решил, по первому ответ. Я тебя люблю, мне кажется, тебе будет лучше без меня, потому что ты за меня переживаешь. И он прав. Знаете, в чем шок? Мужчина по-своему прав. Он действительно видит, что вы переживаете. И он действительно этого не хочет, чтобы вы переживали. Так что, я бы сказал, что он вот именно со своей позиции прав. Но, нужно понимать, с другой стороны, что человек проявляет любовь свою, опять же, не так, как вы хотите. А он проявляет свою любовь так, как может, как умеет. Понимаете? Это тоже очень важный аспект. Дальше. Мы спокойно поговорили, я объяснил, что не хочу его терять, все вроде наладилось. Но, остался страх, что он в любой момент может вот так просто решить уйти. Или, что ситуация повторится, и я каждый раз буду отступать в споре из-за этого страха, что он не будет искать выход из проблемной ситуации, а просто решить избежать проблем. Ну вот, давайте здесь разберемся более внимательно. Вы пишите. Мы спокойно поговорили. Я объяснил, что не хочу его терять. Как вам здесь сказать? Не то, чтобы это слабое объяснение, что вы не хотите его терять. Скорее, вы здесь выражаете свои желания. Я не хочу тебя терять. Потому что ты мне нужен. Но, помимо того, что он нужен вам, непонятно, что вы готовы сделать для него. Потому что человек, как бы, как и сказал мой коллега, опять же, Кудрышев Игорь Леонидович, человек не изменится. И вы правы. Для него это такой способ, правда, бессознательный, решать конфликты. Но вы, вы говорите о том, что у вас, у вас появляется страх. Страх перед, значит, ну, перед будущими конфликтами. Потому что он, он может, вот, всегда так, ну, всегда так поступать. И вы правы. Скорее всего, он всегда, всегда так и, собственно, будет поступать. Это, в данном случае, абсолютно точно. Вот. Но, откуда у вас страх? Вот пока это мне кажется, что вы боитесь человека потерять. Пока это мне кажется, что вы чувствуете, что слишком много вложили в отношения, чтобы их вот так просто потерять из-за какого-то конфликта. Возможно, вы боитесь остаться одна. Возможно, речь идет о чем-нибудь еще. Но, страх перед конфликтом нужно разбирать. Потому что нет ничего плохого в том, что вы отстаиваете свою позицию. Вопрос заключается в том, как вы ее отстаиваете. Как конкретно вы отстаиваете свою позицию. Вот, мне кажется, что это очень важная история. Мне кажется, это очень важный момент для вас, чтобы вы лучше понимали себя. Лучше понимали себя, лучше понимали свою позицию, свою точку зрения. Вот. И так далее. Это то, что я могу вам сказать. То есть, ваш страх здесь является вашей проблемой. То есть, вы, именно вы чего-то боитесь. И, на мой взгляд, нужно понять, чего вы боитесь. Вы понимаете? Дальше идем. Любой страх, который может быть у человека, это по большому счету, такая конверсия желания. То есть, если вы чего-то боитесь, значит, вы чего-то хотите. И это ведет нас к тому, как вы воспринимаете конфликт. И чего вы в конфликте хотите. То есть, тут и, например, ваша неуверенность в себе. Ну, потому что вы, например, можете банально считать, да, банально считать, что, ну, допустим, допустим, что ваша борщица недостаточно важна, потому что, из нее молодой человек может уйти. То есть, получается, что ваши страхи, вот страхи перед, ну, вот тем, что происходит, да, связаны именно с этим. Именно с этим могут быть связаны. Тем, что вы попросту не уверены в своей позиции. Может быть. Конечно, ситуация связана и с чем-то еще. С чем-то, чего, например, я могу не знать. Здесь, здесь, потому что информации вы предоставили очень мало о себе. Но то, что вы говорите про отступление, то есть, я буду отступать, вот, из-за того, как молодой человек реагирует. Это перенос ответственности, потому что молодой человек, он защищает свою позицию, как может и как умеет, а вы, не защищая, например, свою позицию. Как бы ему это, по сути, пока что вот в такой форме, но предъявляет. То есть, это ты виноват в том, что я буду бояться свою позицию отстаивать. Это ты виноват в том, что так будет происходить. Хотя, на самом деле, конечно же, это не так. И не виноват здесь никто, но ответственность за вашу позицию влезет на вас. А дальше, вот вы пишите, что я буду отступать в споре из-за этого страха, что он не будет искать выход, а просто решит избежать проблем. А почему вы этого боитесь? Какая опасность, опасность здесь для вас заключается? Давайте немножко порассуждать. Например, вы считаете, что мужчина должен, к примеру, ну, проблему решать. Ну, допустим, допустим, допустим. Если вы считаете, что мужчина должен проблему решать, то это тоже не ваш человек. Ну, в смысле, не его подходящий партнер. Если он проблему решает вот таким образом. Вы это сами видите. Если вы считаете, например, что мужчина, допустим, должен брать ответственность, к примеру, за... Ну, допустим, за вас, да? Что опять же, не каждый человек это может делать и хочет. Тем более, что вы говорите о том, что вы материально друг от друга независимы. То есть, у вас равноправные отношения. То есть, в этом смысле, мне кажется, вы не совсем определились с тем, что вам нужно. То есть, почему у вас вызывает именно чувство страха, что мужчина не захочет решать проблемы. Ведь в той или иной степени, можно сказать, что он в конфликте, есть как ваша проблема, как ваша проблема, так и его. И задача заключается в том, ваша, чтобы свою часть проблемы решить. А для этого молодой человек вам, конечно же, не нужен. Вот. То есть, у вас есть страхи. И, на мой взгляд, вот эти страхи нужно исследовать, потому что именно они мешают вам чувствовать себя в отношениях свободно, спокойно и естественно. 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 Вот. Понимаете? О чём идём раньше? Дальше. Очень его люблю. Как проявляется ваша любовь, что вы, ну, что вы вкладываете в это? Ну, просто, чтобы, просто, чтобы мы знали. Потому что, ну, потому что я вижу, что, может быть, вы его и любите. Конечно. Может быть. Но, помимо любви, здесь присутствует ещё и что-то своё. И это неплохо. Это неплохо. То, что присутствует что-то своё. Но, отделить одно от другого просто необходимо, потому что вы будете мешать всё-всё в кучу. Дальше вы пишите, что, кажется, у нас разные понимания отношений. Я считаю, что над ним нужно работать, сохранять. Он говорит, я просто хочу, чтобы всём было хорошо, без ссор, проблем, выяснение отношений. Не знаю, как вести себя, если ситуация повторить. Но вам желательно понять лучше своего молодого человека. Возможно, на консультациях с психологом, с вами, с вами и вашему молодому человеку, имеет смысл обратиться за помощью, вот, к примеру, семейному психологу, ну, или просто психологу, например, который работают с парами. Вот, обратиться, значит, к такому специалисту, просто лучше разобраться с тем, что чувствует молодой человек. Что и почему он чувствует. Ну, потому что, мне кажется, что в целом ваши позиции, они исходят. Просто вы, действительно, их по-разному понимаете. Но разное понимание не является препятствием для построения отношений. Главное, что вы применили друг другу. Вот. Поэтому, такая история. То есть, очень важно, вам, для себя, лучше понять, что вы имеете в виду, говоря о том, что над отношениями, например, нужно работать и их сохранять. Что вы понимаете. Потому что у этого, ну, могут быть разные, вообще говоря, интерпретации. Вот. И важно понять, что молодой человек имеет в виду. Говоря, что он хочет, чтобы всем было хорошо. Потому что это, ну, по сути, это невозможно. Чтобы это всем было хорошо. Вот. Вот. Я, таким образом, не думаю, что молодой человек, э, вами, пытается, ну, как-то, манипулировать. Вот. Я думаю, что он искренне, э, в своей, такой, позиции. Просто она у него, возможно, продиктована тем же, тем же, что и ваша позиция. То есть, страхом. Вот. Хотя я, конечно, и могу здесь ошибаться. Вот. Поэтому, сохранять отношения и работать над отношениями, это здорово. Но, мне кажется, что, э, если так и делать, то исключительно, э, э, с андеми, с партнером. И, э, так, чтобы, для, самого, партнера, это было, э, ненапряжно. И, чтобы это было, в приемлемой, для него, форме. А, пока что, вы, э, ориентируетесь, на мой взгляд, только на себя. И, это, э, является проблемой. То есть, вы судите по себе, вы отвиниваете, исходя из своей, э, системы ценностей. То, что, то, что касается молодого человека, а не вас. И, в общем-то, в этом у вас идут расхождения. Ну, и, соответственно, страйки, которые у вас есть, э, как правильно сказал коллега Гудрячев Игорь Леонидович, а, э, страхи, они, не имеют никакого отношения к, э, мужчине. Они имеют отношение к вашему личному опыту, к вашим личным чувствам. И с этими нужно разбираться. Э, э, чтобы вам не мешал страх. Чтобы вы не видели отчасти молодого человека, как аргумент, э, в споре с самой собой. Иначе получается, что именно вы, а не он, э, э, манипулирует. Вот. Э, э, так что, вот, примерно, э, э, такую, э, обратную связь я могу вам дать. Дальше, э, э, не знаю, как вести себя, если ситуация повторится. Э, э, как вести себя, чтобы что? Или, чтобы что? Как вести себя, чтобы что? Что для вас значит расставание? К примеру. Готовы ли вы, к примеру, человека опустить? Если понадобится? Или нет? Вот на, на эти вопросы вам желательно, э, э, найти ответ. Определиться с целью. И тогда уже можно будет о чем-то дальше говорить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.